А кровля из чего? Этот, горбыль. На крышах горбыль сами строения из кругляка. Материалом помогли добрые люди, строят сами военнослужащие. Сначала в историческом комплексе появились землянки, убранства которых воссоздали по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. Сейчас возводят полевую кухню, баню и клуб. Одновременно принимают гостей. Виктория Ляпина заведует отделом обслуживания молодежной библиотеки имени Чехова больше года. Свою работу любит за неограниченные возможности. Совсем недавно общалась со звездами Амурской осени. Сегодня с участниками литературного ивента в деревне-музее впервые. Очень интересные были землянки, какие-то экспонаты, которые сохранились сейчас, по сей день. И это очень здорово, что есть такие места, где можно посмотреть, увидеть и рассказать в будущем своим знакомым и друзьям, которые тоже смогут сюда приехать и посмотреть. Амурский парк был создан по подобию московского парка «Патриот». Гослитературного ивента Николай Иванов, известный писатель и публицист, а в прошлом военный корреспондент, не раз посещал комплекс в Подмосковье. Сравнение оказалось в нашу пользу. Там немножко более, может быть, масштабно, но и более парадно. Там более красиво, но и более лакировано. То есть, есть свои плюсы и есть свои минусы. Здесь большая доступность, здесь большая атмосфера, может быть. Вот в парке «Патриот» в Москве чуть-чуть, наверное, не хватило атмосферы. Доступность и атмосфера – главные козыри Амурского парка. Детей взрослых из военно-патриотических классов и обществ сюда привозят еженедельно. В перспективе здесь у нас будет построена гостиница, чтобы дети, которые приезжают с регионов, могли переночевать здесь, в рамках других каких-то мероприятий покушать, ну и посмотреть все, что мы сможем показать. Прикоснуться к героическому прошлому и подышать послевоенным воздухом в партизанской деревне могут все желающие. Записаться на экскурсию можно по телефону. Кристина Слепцова, Анастасия Слесарева, Денис Лугов. Программа «Город».